всем привет мы в башне времени красивые нарядные и озадаченные сорками подружиться не получилось вернее получилось но не совсем так как хотелось бы продолжаем пути путь по уже сбил с какого счета с 9 этаж наверно по пути ваш отряд натыкается на древний завал он не заинтересовал никого кроме рахима дом останавливается осматривает кору из камня земли и металла кейла мэйф и эрик останавливаться чтобы посмотреть что привлекло внимание к товарищам прежде чем кто-то из них успел что-то сказать рахим вытаскивает человекоподобный скелет размером с ребенка во имя великих духов что здесь делал ребенок это не ребенок подруга это гном и останки тело кладет руку на плечо рахима позволь ему покоится с миром сын рокхайма когда эрик и мэйф уходят рахим замечает чехол с карты привязаны к ноге скелета гном быстро разворачивает карту вдруг его глаза билета шлем неуклюже сползает с его головы падает на пол поверить не могу это же карта к адамантину в этом нельзя быть точно уверенным покопавшись в чехле рахим вытаскивает усок ярко-серебряного металла размером с кулак поздравляю рахим как только мы доберемся до дна ты можешь последовать за картой найти то что ты ищешь твой народ запишет то имя в книгу первых королей так то оно так но я не могу тратить больше времени мне нужно найти это хранилище с адамантиновной рудой прямо сейчас вождь ты же не собираешь нас бросить когда мы так близки к дну башни мне очень жаль подруга но мой народ надеется на это открытие я никак не могу подвергать это дело опасности а вот это подстава нам как никогда нужны твои твердые руки и железные из железа и огня мастер кузнец чем ближе мы к дну тем сложнее становятся препятствия без той помощи нам будет тяжело продвигаться дальше рахим кладет кусок руды себе под броню держа в руках карту мертвого гнума разворачивается и уходит в противоположную сторону я бы и сам хотел остаться дружище правда но я пришел в эту башню за сильнейшим из металлов в истории и клянусь великими духами я его нашел рахим берет факел разворачивается и уходит и все он даже не попрощается с товарищами которые ради него жизнью рисковали рахим шепотом наконец спасение гном ей империи с этой рудой мы создадим непобедимых конструктов и выпоем могучее оружие забудь о нем пусть идет нам надо спускаться дальше обомлить кейн баран барон шепот продолжает путь а мэйф кейла и эрик смотрят след пропадающему вдалеке свету факела рахима разочарованно покачав головой мэйф разворачивается идет за остальными кейла вздыхает и следует за ней удачи тебе сын рук хайма я надеюсь ты найдешь то что ищешь прошу на нее кольцо не успел надеть и мы еще не сравнили жезлы это точно помощнее что нужно будет зачаровать силой солнца каждый заряд 40 процентов основного рода на сто процентов дополнительного или увеличить общее оружие на 40 процентов и сильное отбрасывание уменьшать сопротивление врагов к стихиям на 30 процентов в течение 10 секунд забирает манну замедляет или просто превращается в очки здоровья гном самый мощный у нас был он один то есть у нас стрелки а гном один за ним даже следить не надо было так изредка проверял за здоровье с такой регенерации со щитом ладно все сколько у нее регенерация маны сейчас 0 9 о блин то мало чё за юбка смысле платье и я хотел ему кольцо эрику которому а к ботинки сначала но она не лучше хотя нет получение здоровья маны критический урон и колечко и колечко и колечко четвертая скорость плюс зачарование мастерство восстанавливает манну в секунду мы тоже можем сделать только будет еще четвертая скорость у нее так скорость 161 140 и река 116 броня спротивление очки здоровья и очки здоровья регенерация здоровья скорость передвижения четвертая скорость ну давайте вот так мы сделаем и зачаруем колечко духу волк увеличить здоровье на 12 процентов неплохо исполняет одну единицу маны при попадании ну как-то смешно чтоб хотя процент один у него и маны нормально и здоровье нормально ладно все переварили бегство гнома а как тут где тут куда то а вот по виражу что-то этаж не складов какой-то орк загнул с огном сбежал горные рельсы рельсы для вагонеток и близлежащих пещер в этом месте обрываются горы черного щебня высыпаются в эту комнату из входа в пещеру среди обломков отряд различает базальт коматит обсидиан чугун и множество других ценных пород мне кажется гном как то это у него крыша поехала а и тить колотить и оказывается профукал а вот он кто его нужно соответствует он наверное какой-то дует этот элементарь им нужно чтобы он показывал куда то я то думал нужно вот там одна статуя вот эти надо выставлять монфик поймем не подписанные нигде вот он или вот этот или синий или зеленый а как узнать и как никаких нет а вон маленький надо рассмотреть это вот этот нам нужно срочно телепорт в обратную сторону из первой разобраться статуи я то думаю нужно будет искать что-то вставлять а это кажется просто она была повернуть нужно сторону ну блин ну предали нас конечно прям но я думаю помешательство какое-то у него кольцо блокировки пустоты регенерация здоровья отрицательная спротивление пустоты аж 35 и хорошая регенерация маны ой 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 а вы кто там сундук какой-то лежит ну давайте попробуем как мы без гнома будем справляться надо оценить без вариантов на ней еще и три портала или это все пушки нет портала а и не и и и и О, нифига себе Да нет, куда? Кто теперь? Манимарте Офигеть, я не успел этого портал почистить, все это, капец Манка, ле мерна Shoot them Ума, дэла Right between the eyes Манимарте Стрелять, стрелять, портал убить Манка, ле мерна Амин, вера Ясен ле Яфика узнает 27 настрелял, слов нет, это дохляк по на полторашку и загнулся Манимарте Манимарте Right between the eyes Это расстрелять Да Да почему, что происходит? Манимарте 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 Да блин Да блин Манимарте Манимарте Игоря Все доколупает. Уйти, уйти! Блин, то где где? Нет. Выбраться, выбраться. Все, у нас отсутствует лечение. У нас это всюду видно. И из портала попер на рот. Выбраться. Конечно, на него. Афирмативно. Моя льда ваша для команды. Я никогда не забываю. Переходя в позицию. Хорошо. Выбраться. Выбраться. Афирмативно. Да, мой лорд. Выбраться в позицию. Все, все. Надо попробовать пробежать сюда. Хорошо. Какой лорд. Продолжение следует... 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 так не понял обездвижили вроде размотали камень первом приближении сейчас чуть передышим consider it done of course on my way going coming on my way consider it done on my way coming going 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 go 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 out go about this room he's been really this room Да Мне, кстати, 4 700 Можно попробовать Качнуться Хотя бы на один шаг А, все, 2 200 А, вон, можно Эрика Не, не испытания Возвращаемся в раболаторию А, кстати, надо было Морозника Посмотрите, он-то Ну, вообще, фуф, лыжный Один плюс, что прыгает хорошо А Кейн прям Очень сильно отстал Этому гному еще ботинки не подарили Хорошие Плюс 4 силы Так, а если Кейну дать Вот этот меч Урон рассечением Щит С возмездием А, от этого он не берет А который Одноручный меч Тот гному тащил, да? Топор тоже Двуручный Ну, что-то же должно быть У меня одноручное Хорошее Ну, вот Какое-то Оглушение Ну, он физический Урон еще меньше стал Еще меньше Он без щита Просто загибается Быстро Урон критического удара Ну, он непонятно У нас маленький Разрубать всех врагов Нормально Попробуем так А, и можно еще два этих Элемента улучшить Побивание брони Критический шанс А, кстати, критический шанс Надо было брать У него был бы критический шанс Можно было бы выше 40 догнать И, блин Было бы хорошо Ну, пока Значит, урон 55 урона в секунду Смешно Эрик Давай тебе скорость И здоровье В древе навыков Только вот здесь Осталось Улучшить Ну, все Хоть как-то улучшили Тут телепортов даже нету Надо их телепорт найти Дешифровка Арганты Ну-ка На деревянном верстаке Вот хрустальной вазы Лежит хорошо Сохранившийся лист Пергамента Пока Мэйв тщательно изучает мебель На предмет ловушек Кейн берет пергамент И читает Спустя недели безуспешных попыток Найти слабость Арганты В наших рядах Начались разногласия Отовсюду слышны Перешептывания чародеев Они повторяют имя Первого чародея И твердят, что мы обречены Если не заручимся его поддержкой Я не могу их осуждать Ведь мы больше похожи На чародеев-новичков Чем на старейшем ордене В наших стараниях Достичь цели Однако не все потеряно Совершенно случайно Мы нашли способ Обойти барьер Между измерениями И подслушать Арганты Поскольку эти создания В основном общаются Телепатически Нам удалось дешифровать Только часть их разговоров С помощью зачарования Наших приборов Даже в этом случае Двум-четырем чародеям Необходимо время Для точного перевода Но большинство информации Оказывается Бессвязной чушью Хотя здесь нет Великого достижения Но это может оказаться Тем самым прорывом Которого мы так ждали То есть они пытаются На научной основе На научной основе Что-то Противопоставить Сопротивление пустоте Пробивание брони Мана Сила навыка Я до сих пор не знаю Что значит Сила навыка Навык Это вот мы стены рисуем Там Титана Выпускаем Но он же мощнее не становится Эрик стоит один в темноте Его глаза привыкают К отсутствию света Пока он смотрит вслед Свечение факела Рахима Затем Эльф опускает Взор к полу И теряется в мыслях Странно путешествовать Без него Мне казалось Что гном И упрямство Нас доведет до конца Эрик вдруг Закрывает глаза Ослепленный бликом На стежке Его пояса Он поднимает голову И видит Что Рахим вернулся Из темноты При виде его Бордатого товарища На его лице Появляется улыбка Которую он не в силах Сдержать Ничего не говоря Рахим подносит Карту и факел Поджигает ее Но я думал Ты собирался Принести своему народу Сильнейший из металлов Да Я это обещал Только вот Понял Что у меня уже есть Кое-что посильнее Всякого там Адамантина Одолеваемый Шоком и смятением Эрик стоит Как вкопанный Рахим подходит Мимо него И хлопает его По плечу Родство Дружок Моему народу Не нужен никакой Древний металл Чтоб спасти Артару Раз мы Семеро уже За это взялись Жечь-то зачем Че ты Из края в край То Концепции Воплощения Среди остатков Разбитого стекла И обломков Ваш отряд Находит часть Старой книги Только одна Страница Невредимая На ней написана С нарастающей тревогой Что решение Не будет найдено Вовремя Некоторые из нас Снова сконцентрировались На протеи Ключ Найти способ Проломить его Защитный барьер Чародей на ней Назвучила гениальную мысль Что искусственное существо Или конструкт Сможет с большей вероятностью Справиться с задачей В связи с этим На ней И еще несколько людей Занялись созданием Уникального мощного конструкта У меня есть сомнения Что их старания Принесут плоды Раньше чем мы Остальные найдут решение Но я желаю им удачи Есть подозрение Что нам придется С этим конструктом возиться Начальная Это Где статуя стоит Электронная панель Вот тут Но придется Че уж Надо выяснить Что они там Из себя представляю Так Как это тут Там ничего Вдруг пропустило Огненный огонек Штаны Ну в принципе Это неплохие Спротивление Пустоте Плюс 30 Прям очень солидные Штаны Без разницы В какую сторону Бежать Но они Во-первых Зеленые А у нас В штанах Очень важные Из-под машины Важные Чары Из-под машины В центре этого зала Исходится Оглушительный рев Ваши герои Идва слышат Сами себя Консоли Подключенные К этой машине Кажется Не функционируют Какой-то голос Что-то говорит Через один из дисплеев Но из шума Из-за шума Машины Ничего не слышно О! О! Драта Тужилхка Усиливающий Адамантиновый Жилет Кстати Действительно Усиливающий Но он На 5 Без этой Без ячейки Для улучшения Броня Хорошая Спротивления Плохие Он даже Хуже Чем Что у нас Есть О! Почему У нас Пушка Нет Кузнина Урон Урон Пробивание Брони Регенерация Маны Шанс Ошеломления Дополнительный урон Поднимем Я уж вроде По три раза Все проверил И это Не зачарован Амулет Регенерация Здоровья Учитывая Как мы бегаем Последние Разы Там Какие-то Картины Непонятные Пространства Мастерская И что я только что Хотел улучшить Перчатки Скорость Атаки 18 Блин Ну это Супер Перчатки Оружия Никакое Не хотел От гному Или щит Допустим Щиты Плохие Вот Перчатки Можно Зачаровать Амулет Опять же Блин Да что за фигня Только что Ботинки Собирались Вот Четыре Силы Шанс Критического Удара Давайте Гном Вернулся Сделаем Ботинки Изучируем Ауры Сопротивления Тоже Фактическое Сопротивление 88 Понятно Все Этих Прочти Одинаковые Блин Этот Джилет Еще Краше Плюс 25 Плюс Броня Спротивление Пустоте Очки Здоровья Только Регенерация Меньше Отрицательная Ну и Можно Зачаровать Заново Но На скорость Атаки Не Дает Цветок Чар Еще Какой Возмездие Третьего Уровня Отражает 100% Физического Урона Игнорируя Броню Обратно Врагу В качестве Чистого Урона Турбина Сначала Пока Не поздно Гному Щит Зачаровать На 100% Все Теперь Это Общик У него Позывный Будет Подводник У нас Абсолютно Автономный Будет Турбина На консоли Видны Два Слова Вытяжка Зеленым Цветом И Вдув Красный Цвет Рядом С консолью Металлический Вентилятор Втягивает Воздух В себя Прежде чем Кейл Успевает Что-то Сказать Архим Давит На слово Вдув Слова Консоли Меняют Цвет И Вентилятор Начинает Вдувать Воздух Вместо Чтобы Вытягивать Его Мы стоим На вентиляции Между прочим Лапки Вот Лапки Интересно Зачарование Возможно Сила Навыка Здоровье Отрицательное Броня Скорость Атаки Не увеличивает Но Хотя бы Не отрицательное Оргенация Здоровья А У нас Лапка Скорость Атаки 31 Отставить А у Кейлы Скорость Атаки 27 Лапка Обалдеть Можно Один Пункт Добавить К медальону Регенерация Здоровья Было бы Хорошо У Кейлы Шесть Всего Будет Регенерация А у нее Три очка Еще не Рисован Не Распределены Титан Электрод Полностью Готов Бомба Вот так Еще одна Кузня Щит Сопротивление Увеличение Броня Пока Оставлю Потому что Не знаю Оружие Конечно Зачаровать Гному Одноручное Какой-нибудь Поднять У нас Был Где-то Хороший Одноручный Меч Пока Не буду И так Что-то Замедляюсь Постоянно А это Что такое Сеть Да ладно Вай-фай Подключись Система Обрабатывающих Машин Соединенных Между собой В одну Гигантскую Сеть Кэлла Покачивает Головь Знак Восхищения От увиденного А какую-нибудь Полезную Информацию Мы можем Отсюда Извлечь Видимо Не можем Вижу Битву Это кто Такие Звук Приближающихся Голосов Заставляет Ваших Героев Скрыться В укрытии Прячься За большими Обломками Они молча Наблюдают Как группа Бронированных Людей Входит В поле Зрения Их броня Огромна И богато Украшена Цветными Перьями Кроме Мечей Они Также Несут На перевес Металлические Жезлы Похожие На древние Механизмы Вы смотрите Как эти люди Необычным Цветом Кожи Не зная Вашем Присутствии Говорят На неизвестном Языке Они Не похожи На чародеев Или На древних Они Точно Не древние По крайней мере Я не помню Чтобы они Так Выглядели Но Их Оружие Оно Похоже На приборы Которыми Пользовались В твое Время Думаю Есть только Один способ Все разузнать Тень Встает И выходит Из укрытия Его Присутствие Заставляет Странных Людей Встать В защитную Стойку Мэйф И Кейла Входят Следом Чтобы Помочь Убедить Незнакомцев Что Сражение Не в Их Интересах Когда Из укрытия Выходит Барон Иерахим Незнакомцы Начинают Кричать Они Заносят Свои Ружие Над головой Готовясь Напасть Один Из них Что Стоит Позади Остальных Разворачивается И убегает Со всех Ног Незнакомцы Окружают Ваших Героев Основная Их Часть Стала Вокруг Барона Рахима Шепот И Эрика Их Крики Направлены На этих Героев Становятся Все громче И чаще Вы Не Понимаете Их Слов Но Вы Ясно Видите Что Они Разозлились Будто Им Нанесли Личное Оскорбление У нас Тут Расисты Похоже Нарисовались Тот Из них Кто Похож На Лидера Наконец Поворачивается Кейну Мэйв И Кейле Из Его Рта Вырывается Одно Единственное Слово Предатели Прежде чем Кто Из Ваших Героев Успевает Понять Чем Дело Начинается Бой Искатель Высший Страш Инквизитор Все вместе Пошли А Вон Они Я Не Того Взял И Кал И Я Не Сменил Гнома Че Они все Безмозглые Такие Почему Они все Драться Лезут Они Не Понимают Что Не Могут Оценить Кто Перед Ним Стоит Крики Человеческие Кто Отъехал Бережка Там Пока Справляется Почему Почему на оборону взялись как там дела я манга Теперь можем лечить одним движением, не только этим тэмом. По результатам уже посмотрим, сколько кейн там не стреляет, вернее намахает, не успевает бегать. Вот этих двоих вырубим, одного разберет титан. Ну, 4700 уже намахал, хоть что-то. Топор какой-то. Горизонта события опять. Пустота, оглушение, урон слабый. Мейв просто пулеметчица. Мейв отступается, сжимая бок от боли и роняет свой лук на пол, кейн тут же бросается к ней. Ты ранена, я знал, что этот бой закончился для тебя хуже, чем ты говорила. Все в порядке, мне просто нужно пару минут. Так не пойдет. Останавливаемся здесь, благородный эльф, нам нужны ваши целебные травы. Барон, подайте немного чистой воды. Мейв смотрит в глаза кейна. Кей, все в порядке. Я не стал бы скрывать серьезные раны. Не волнуйся, продолжим путь. Видя взволнованное и озадаченное выражение лица кейна, Мейв вздыхает. Она слегка качает головой и ухмыляется. Просто дай мне на тебя опереться. Как только кейн взял в одну руку лука в другую саму лучницу, ваш отряд продолжает путь. Я настаиваю на осмотре. Ооо, это уже интересно. Усиливающий Адамантиновый Топфельхельм. Разорение. Весь положительный, увлечение здоровья маны, очки здоровья зачарования доступны еще и брани. Гном. Как насчет сменить? Он не лучший. Этот шлем один из первых. И до сих пор на кейне. Пускай так будет. Все равно в следующем бою гном с нами пойдет. Кольцо. Регенерация маны, сама мана и скорость передвижения. Маны у нас всех хватает. До того дошло, что уже кольца не нужны. Нужно вот эту поставить, кстати. Скорость передвижения будет выше. Шипы... А, шипы не сможем поставить. Нет жизни совершенства. Если уж совсем припрет, тогда тюнингом займемся. Сейчас пока. Искусственные руки. Фонтан. Красный, небо без него. Консоль описывает это хранилище знаний под архивы. Похоже, что в глубинах этой башни погребено много веков мудрости. Механические руки, используемые для достижения пола, все еще работают. Но, к сожалению, на учебу нет времени. На чего всегда есть время. Малый сит, а плюс один сила. Нормально. Ей надо силу. Электронная панель. Так, что-то очень длинно все получается. Где мы? О, ничего себе! Ну, есть... Это просто разные части. Опять 25. Вы-то кто? Сражений осталось 5. Чары увеличивают ману на 8% для кольца. Вот это вот так. Значит, тот зеленый правильно угадали. Остался еще один. И чего-то там произойдет где-то. Малый сит так опять кому-то повезет. Плюс есть сопротивление земле. Эти охраняют золотой сундук. Хоть и маленький. Придется драться. Там, конечно, ничего интересного. Там хоть какие-то копейки будут. С щитами какие-то. Искатели опять. Где ваши мозги? Чего вы можете там искать-то безмозглые? Не понял. Защищать сферы? Одну я вижу, а вторая где? А, вот она. Манимарте. Манимарте. Согнал лея. Нормально. Кто там такой грамотный? еще кто такой там опять кто-то появился и и и и и и и и Помощь, 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 так вот эту добить, во-первых. Не успею. А, нет, он стоит работает, я думаю, утеряли. Постой, здесь полечились пока. Помощь, помощь. Конечно. Я никогда не помню. Маню. Деви Можете помочь? Деви Нужно что-то массовое. Я ничего не могу понять, почему не стреляем. Кто ехал? Я. 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 Я не могу. Да стрелять, и почему я не могу выстрелить? Всё, вроде бы, а вышка ещё одна осталась, одну не уберегли, где Кейн отъехал я так и не понял Но на 12 намахал, и опять не предложили вначале поменять, или я быстро так нажал Я ж хочу гнома вместо него Мэйв 37, просто без остановки, Кейло 24, 39 электроник На 13,5 настучала конструкция титановая И на 3 штуки электродный скрил Ну, терпимо Раз мозгов нет, пусть страдает Конструктов адамантинованные ножны, пластины чемпиона ножные Броня 23, сопротивление, очки здоровья, регенерация, здоровье, лечение, здоровье ещё и зачарование, штанное Это кому такое счастье? Не понял А где оно? Набур 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 А, вот. Гному. Ох ты, какое все хорошее, кроме скорости передвижения. Шипы. Третьего уровня. Или защиту всем. На 18. А, уличить броню на 18. Даже не просто защиту. Он один вечно отваливается. Поэтому им нужно максимально... Автономно. Пусть шипы будут. Броня, здоровье, регенерация. Регенерация. Получил, восстановился, получил, восстановился. Регенерация у него тридцатка теперь. Его можно теперь в катапульту заряжать и просто забрасывать. Тыл врага. Хорошие штаны. Шорт. Что там? Смертоносные големы. Подняв со стола картину, в стеклянной раме обнаруживается прекрасно сохранившееся письмо. Оно гласит. Чародей Уолтер. Вторжение кристаллических големов на нижние этажи башни еженедельно увеличивается. Смертность конструктов также достигла тревожного уровня. Мы должны как можно скорее переместить всю оставшуюся ману в нижнее хранилище. Чародей Малакай. Надо переместим. Кабинет какой-то. Путь перед вашими героями подозрительно тих. Не нагнетайте. Мне это не нравится. Кажется, за нами следят. Без предупреждения шепот обращается в черный пар, оставляя за собой лишь темное облако. Засада. Фига себе. Как только мистик выкрикивает это слово, со всех сторон начинают лететь стрелы. Ваши герои прячутся за доступное укрытие, а баран поднимает покрытую броней руку, чтобы смягчить урон. Из тени выходит несколько странно одетых людей. Один из них одетый в броню с белого и кремово. Цвета с черным пером кричит на ломаном языке. Осквернители! Богохульники! Выйдти против единственный истинный бог! Вы умереть как крысы! Не нападай, человек, ты нас с кем-то путаешь. Еще один залп стрел перебивает Кейнолид. Дир продолжает говорить, игнорируя его слова. Ложь не спасти вас. Ваша исповедь будет в крови. Первый его закон. Все другой расы должны быть стерты лица земли. Умрите, недолюбы. Умрите, предатели. Изменить состав? Почему я изменить состав-то не могу? Я отступить не могу, изменить состав не могу. Потому что засада. Мне нужен гном. Хотел еще в город смотаться. Надь я вам пока. Не развлекайтесь. Еще вон она, сверху пойдемте. Через верх. Капец, они жесткие. Ну-ка, вот этому навалите. Не так. Они жесткие все по 2600. И там один на один рубятся. Это еще куда-нибудь шло. О, офига себе, не увязали. Заморозили. Ну, это запихать этот фонтан. помахай труп не хватает у титана вам не дать расползкись из этого проходы он появились еще сюда сместимся вот это готовит там что-то нехорошее это что там до спины у нас стоит размахивает казал по моему лишь высосался голос чистоты хочу да не бежать почему они бегают как балбесы выстрелить и все от снайпера не убежишь еще одни штаны мэйв 35 34 электроник нормально засада удалось получили по соплям большая часть вражеского отряда была разбита и горска врагов отступает не больше полудюжины солдат шепот собирается их преследовать но кило ее останавливают они уходят мы должны догнать их может хватит уже убийств отпустим ее величество права они устроили эту засаду потому что знали что мы идем если мы позволим ему идти нам ждет нас ждет еще больше подобных спичек на всем пути до дна башни но это же человеческие существа пусть их вера и неправильно мы не должны загонять их как диких животных такое насилие бесчеловечно видимо мы оказались ввязаны в гражданскую войну между теми странными орками и этими людьми если они заняли последние этажи башни нужно пытаться убедить их что мы никак не причастны к их конфликту да я не думаю что они дадут нам и словечко обронить тому же если они ведут себя так бесчестно тот опор в череп они заслужили ваш отряд еще не начал спор но уже ощущаете чувство стресса и гнева со стороны каждого из героев если вы не поможете не вмешаетесь все это может закончиться дракой восстановите их спор отпустим их барон плюс один все остальные недовольны пусть этот отряд странных людей не доставил слишком много проблем но как сказала мэйв ваши герои вмешались в их личные дела вставать на чью-то сторону будет нечестно но не желая рисковать вы фокусируете свою волю на ваших героев убеждайте их и дальше орки из будущего и фанатичные люди жаждущие их и истребить как бы удивительно это не звучало они лишь препятствия к вашей настоящей цели вы предпочитаете сфокусироваться на более важных вопросах будут ваши герои их переследовать или позволят им уйти зависит лишь от них после долгого обсуждения отряд соглашается не тратить времени на этих фанатиков ваши герои выходят из комнаты на кейла стоит на месте брови древние приподнимается она поднимает руки нет кто бы ты ни был это неправильно весь отряд оборачивается на ее голос ваш желудок наполняется неприятным чувством в чем дело я чувствовал его сильнее чем когда-либо теперь я понимаю что происходит каждый критический момент когда ваше мнение разделяется кто-то влияет на ваш разум шепот закатывает глаза опять 25 неужели вас не беспокоит то что вами манипулируют как марионетками мы их шепчет кейну может это все наша связь нашим господином кейн шепчет в ответ я тоже об этом подумал но чувствую присутствие постоянно он наблюдает за нами я не чувствую что он пытался нас контролировать это башня странное место ваша светлость мой господин связан с каждым из нас через кристальный трон возможно ты чувствуешь как он наблюдает за нами просто наблюдение кто бы он ни был навязывает вам свою волю отбирать свободу воли отвратительный злой поступок я помню как люди в мое время использовали это для этого магию они создавали рабочих и солдат которые беспрекословно следовали приказам даже если ты права в этом то какая внешняя сила пытается повлиять на нас в каком-то смысле мы все подвержены влиянию друг другу через слова и действия пока я остаюсь верным себе сильным и спокойным я не боюсь никакого внешнего влияния к тому же что ты предлагаешь делать с врагом которого здесь нет и прав будем полагаться на тебя кейла повлияй на нас когда ты снова почувствуешь это внешнее вмешательство и напомни нам о том кто мы за что боремся кейла будучи все еще взволнованы и полные негодования одобрительно кивает ваш отряд прекращает разговор и продолжает идти дальше а может действительно позволить им самим решать разругать так разругаются поглощение маны платы последнего рубежа ну и чё сопротивление пустоте 25 сильно что-то как-то даже это не обращал на это внимание не по себе стало пуха по-моему копия той которая сейчас у мэйв 200 250 10 12 нет она без 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 всяких добряков не забыли про пуху забыли здесь ничего не пропустить вот малый свиток плюс один мастерство мастерство восстанавливает магию магия нас основном пользуется так активно эрик давно мы ему ничего не спонсировали маленькая библиотека табличка на этой маленькой библиотекой гласит первая библиотека хотя многие книги передоставляют интерес ни одна из них не кажется полезной для странствия ваших героев когда они уходят мэйв начинает читать один из отрывков альбатрос 2 самая высокопилотируемая ракета из когда-либо созданных она преодолевает стратосферу на высоте 100 тысяч футов и вмещает кейпаж из четырех человек ничего себе космосом пахнуло сундук с реликвии реликвии опять майка город рахим добро пожаловать обратно майк так держать тела уже тренированная башня войти вот так сделали по умолчанию гнома трюльник давай чуть-чуть здоровья скорость и сила принять можно призвать несколько луков прикольно вставим так быстро в голову пока не доступен гном самый маленький гном здоровья у него хватает я предлагаю ему подкрутить скорость на 2 и здоровье на 1 ой силу найден отсюда раскрывается вид наш актерский комплекс снизу который впечатляет даже рахима видимо отсюда алый кристалл должно быть 100 футов в высоту перемерим но в следующий раз так где мы да мы где-то в середине на сегодня хорош дело не обдумываю из очарования 20 кристаллов с лишним потратили самых дорогих но у нас зеленых много синих много всегда можно переделать с кеном конечно тяжеловато с гномом попроще будет но в целом конечно немножко непонятно поведение что орки что люди все бросаются как дикие портал не закрыли ну поступили по совести там какой-нибудь склиф сквозанул в то измерение людей с баламутия они же там жили с людьми нормально все было в общем трясется все сорками я думаю но говорю мне было бы интересно если бы в конце как-то все это вот все решения которые мы принимали они выстроились в одну такую картину было бы прикольно было бы прикольно примерно так как сделано было Вестлайн 2 финальная битва это лучше наверное как завершение такого вот большой РПГ но нам видимо до завершения еще далеко в следующий раз продолжаем бродить по этажу на сегодня все спасибо вам за внимание всем доброго удачи и пока гному конечно добро пожаловать обратно не хватает нам такой машины в коллективе а ну а а